так и ну а 2020 она от 2020 это блять ну а 2020 вот это что ли ну ладно все узнаем уважаемый но 2020 ответьте пожалуйста в дискорде на френд квест бать у тебя не мышная ватарка ладно привет поговори какой аниме лучше все не смотрел ладно ладно какой герой войт спирт не давай да 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 правильно 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 через что смотри через дискорд видно давай начинаем легкая сложная почему легкая почему сложная игра для меня легкая с бкб меня не поймать для команды сложная мне кажется траля легко рассказать почему его легко рассказать но он спротах может стоять сарк спаунсами его кайтит плюс не знаю мне кажется для траля сложно но хорошо смотри как это в моей голове кто у них мид бутчер фурион бабка бабка мид у тебя в принципе нормальный матчап то есть плюс минус ровный до соответственно спейси ты будешь для траля супер пиздатый матчап боти фурион абсолютно ничего не может против траля и фейдикса или траля и рубика тем более с бутчером бутчер просто будет бесполезным куском говна сларк стоит против сенкинга который пиздит милишников что с рубиком что с фениксом пиздата будет то есть по факту вы побеждаете две линии и мид должен быть наравне что по игре у вас есть стан на тебе и скорее всего либо аганим либо юл будет есть стан на сенкинге есть стан на рубите соответственно для траля миллиард возможностей тем более про после выигранных линий как слар кайтед паунсами я просто не представляю или условные спорты да спорты есть а у вас счет опориков не будет форму форстафа тем более опять же у вас две выигранные летний и третья наравне должна стоять ну допустим почему кстати нулик решил собрать ну почему такой закуп но я всегда на нем один нулик покупают закуп на фаст нулик и не знаю а что вместо нулика можно было купить но мне кажется если ты стоишь не против какого-то эмбера пангольера матч-ап но чуть-чуть сильнее тебя там 55 на 45 до мне кажется 1 ботну нужен но это up to you типа говорят равный матч-ап можно и нулик это не проблема нет а если я работал но вот с этим закупом это не окей нура рашить бота лучше типа либо с цирклеткой без мантии то есть какая-то голда должна иметься либо вообще как это без статов но это именно сложный матч-ап но я честно говоря я думал я против фары стою ну нормальный фура тят пиздец но скорее всего вряд ли на твоем рейтинге будет супер плотный фура хитишься да а против фары стоит максить условно 2 3 или нет да да иначе ты не стоишь против нормального 0 смысла стан брать почему центре кстати в ебал но типа ты на шару поставил надо не уверен что это стоило ну типа просто на шару окей почему стики взял ну бабка двумя скиллами спамят и правильно но и кстати по поводу игры почему ты говоришь что эта игра простая для тебя но только после бкб тебя и до бкб никак не могут цепануть но я имею ввиду что вначале да мне пофиг я могу и силам меня не убьют а потом ну потом за бкб мне вообще ничего не делают тебе всегда супер просто ну ты скорее всего берешь что-то юл аганим и типа против дизраптора супер просто играть главное ну бессмысленно диссимилейт не тратить и соответственно у тебя никогда не гоми станет саппорта говоришь на четвертой минуте чекнуть да хорошо а вот это плохо я честно говоря думал что не успеет взять я успею добежать но ты на самом деле успевал ты просто сам проебался идешь на баунти хорошо вот большие стики не очень нравится мне кажется юзлис уж лучше бы капли взял если бы хотел чтобы но боишься что тебя пиздит капли пиздатые подхарасил ротация да вроде там заколили что губа дефать я полетел никто не прилетел в итоге потратил просто на самом деле ты мог крипов от пиздить и типа попросить вот это рубик с базы тапов все нет рубик 100 потапов все почему он вообще ты паут почему такая прокачка и почему не проебали линию против пуджа фуриона не знаю да ладно принципе тп нормальная потому что опять же ты бессмертный те ничего не сделают я так и хотел убить крипов потом я просто пуджа не видел когда его увидел уже тапнулся решил что мне не дадут их убить вот я пуджа только сейчас не но по факту ты должен был просто вот смотри к ситуации ты подарок а нурной пролетел те три герои ничего сделать не могут бездата пролетел но твои действия неправильные ты дал этот дал третий пиздата нажми 2 бей крипов выйди отсюда он только что призвал линтов у нее не будет новых некому танчить тавер у тебя сто процентов будет ну плюс-минус какие-то ресурсы то что это все под арканой и таверс ну фу хп катапульта сдохнет то что некому танчить то есть ты должен нажать не нападение а вот смотри вот это боишься вам нажимаешь вот сюда вот и не убегаешь нажимаешь убиваешься хрипов все все супер пиздата в худшем случае ты вот типа просто берешь и на ноге выбегаешь вот сюда забирая с собой крипов и опять же ничего не могут сделать пиздат и тп дефы штавер все кайфово даже учитывая как ты сделал ну тавру все равно за дефли и все равно типа то забудили то есть равно не так плохо но могло быть лучше снова будет battle снова убиваешь лишь блэйт еще кстати можно делать ну да я задумался но ни разу не собирал потому что мне кажется на войде в тюрьму лучше либо ворчит купить либо юл но а две шмотки мне кажется супер жадно условно и ворчит и вичблэйт брать ну типа юл тут не прям мастхэв мог взять орчит взять аганим и уже в бкб выходить да ты чтобы не бояться вообще ничего я думал что фура купит этот ворчит но он так и сделал поэтому покупал юл но понимаешь вот давайте покажу игру игра подсказка красиво предпоследняя да вот игра подсказка видишь его нет почему почему нет юла я на паке так тоже иногда играю нет дети где дело не в парке делу не в парке я тебе даю подсказку почему нет юла но я могу объяснить почему я бы играл без юла если вас там душили я просто не знаю ты взял это играл без без юла потому что вам не хватало дэмэджа файта нет нет потому что если я куплю юл посажу себя на юл мне либо не либо земель и закатится либо арчи дадут то есть допустим если я дп уклоняюсь соответственно тут что ты если себя ю лишь тебя накроют тебя запаунсят те прыгнут на ебало соответственно братью тут в качестве сейва нелогично то есть если ты ее брал в атакующем плане окей в плане сейва это это не сейв данной игре это сетап для противника принципе тебя даже хукнуть могут съесть конечно вряд ли анимация но хукнуть точно почему так и забираешь но типа у тебя спасище герой ты имеешь супер много как по экспе так и по фарму ты можешь делать вообще что угодно на карте у тебя челс блин ком ты можешь пойти сломать ему нахуй товар до создать какой-то space на карте тут даже 6 нет а ты бьешь лес который может забить вообще любой из вас соответственно ты хочешь чтобы тролль пошел по space у тебя а ты в это время форме блес это не твоя задача ты формишь лес только если а никому его больше заформить это желательно у противников забрать либо ты ничего на карте не можешь сделать и ты камбэкаешь у тебя ситуация прекрасно соответственно ты и руинишь вот вот это ты тут убиваешь вместе с ней вот все просто вот они с пятером придут они от от двух вас пососут просто потому что вот еще кто-нибудь из вас подойдет а вот одеон разменивается в сларка эти кстати тебе дали там 200 голды такое ни к чему тебя не приблизили если ты можешь что-то сделать на карте да не стоит то есть если ты камбэкаешь да без проблем ты самый сильный герой на карте ты афкашишь это плохо типа ты просто должен ходить по карте и пиздить противников где угодно почему талант не берешь towards me see you follow но честно говоря всегда брала в этой игре я не знаю почему то не взял всегда беру потому потому что у тебя есть мед потому что у тебя есть статы от нейтрального витом и тебе монна не нужно А я, честно говоря, всегда урон беру, потому что играю почти всегда че... Ну, и у Лорчит, они дают нормальный мана Регена, я всегда урон беру. Честно, Лорчит я бы вообще не советовал. То есть, если ты хочешь какой-то айтем, который тебе даст супер много урода, Вичблейд дает больше. За... Я бы, условно, против какого-то антимага там, ну, что его ловить, там, вам убивать нечем, и ты купишь Вичблейд вместо Лорчит. Ну, блять. Ты просто говоришь про соло-игру. Войд это не тот герой, который в соло всех ебёт. Типа, я супер мало Арчиду видел в последнее время, если вообще видел. Типа, на Штарме, условно, правильно только стоит брать? Ну, на Штарме, на Фурыче вижу, да, но... Но, в идее, я говорю, я видел либо фул саппорт билд, то есть это Аганим, либо же Юл, либо Вичблейд. Орчид, это, ну, больше соло-игра. Даже, типа, когда герои пиздатые были для этого. Ты плюс-минус везде успеваешь. Ну, я вроде стараюсь в команде всегда играть. Бывают моменты только влите, я там иногда один бегаю. Ну, типа, где-то, условно, можно было быстрее, но нормально. Где-то, условно, миссаешь ремнантами, ну, типа, ничего не сделать. Я тебе с этим никак не могу посоветовать. Фокусишь, типа, нормально. Убиваешь саппов, можешь убить кор, убиваешь кор, окей. Берёшь шавуху, инициируешь. Нет, нет, нет. Почему там нет варда? Вот я знаю, что там нет варда. Почему я это знаю? Я, может, случайно пинганул. Нет, нет, ты много раз пинганул, потому что тебя ударил на хайграунде. Но тебя ударил на хайграунде не из-за варда. Сейчас. А, да. Почему я знаю, что там нет варда? Ну, это просто... Я, кстати, только что убили и меня видели. У Сларка огромный ночной вижен. Как днём. Да, да. Вот, посмотри, что видит Сларк. Вот, вот это вижен Сларка. Ну, да, я подумал. Он такой же, как днём. Ну, типа, ты должен знать... Все должны знать, что у Сларка огромный найт-вижен. Я об этом не подумал. Это мелочи, но, конечно, это всё равно важно. Резонант пульс, потому что агоним. Скобочка, всегда берётся талант. Правильно. И с агонима пойдёшь пиздиться, да? Ну, да. Вопрос. Почему шавуха у него, а у тебя вамбрейс? Я ему сказал, возьми вамбрейс. Он сказал, ему не надо, поэтому я дропнул шаль. Я решил, что мне вамбрейс лучше, чем шаль. Именно мне. А тролль не захотел брать вамбрейс. Ну, по-хорошему, конечно, типа, плюс-минус вам все подходят. Типа, ему Яша, ему этот, тебе и этот. Но, скорее всего, тролль должен сказать, мужик, типа, смотрите на меня. Я бомж. Дайте мне вамбрейс. Ты берешь авуху. А этот итум просто бесполезный. Ну, я вроде так сказал. Он сказал, что ему не надо. Хорошо. Ладно. Ты же видел. Хуриона. Ну ладно. Ну ладно, короче, будь более это. Смотри, по-идеальному тут должен быть Вичблейд, Аганим и БКБ. Дизоль тебе зачем? Чего я делаю? Ну. Ладно. Брейнлакс. Байдзак хинули. Бейте Рошана, да? У них ничего нету. Почему у него есть? Ну, он в вышке товара ломает мне. Зачем Айгис? Я и так, по-моему, неубиваемый. Нет? Ну, он же товара пушит. Мне Айгис, я посчитал, что не нужен. Если ты... Если вы не планируете заходить на хайграунд, если вам обоим нормально Айгис, Айгис должен быть у тебя... У героя, у которого нет БКБ. У тебя стрик 10 киллов, и у тебя нет БКБ, то есть, в принципе, тебя можно убить. И, соответственно, если будут бить товара, я не представляю, как ему можно не дать нажать БКБ вот этими героями. Это, типа, кто-то полетит, ну, блядь. Летит долго. Хукнет, но он БКБ нажимается. Типа, он в любом случае должен нажать БКБ, а ты сможешь играть просто как сумасшедший. А так, в итоге, ты будешь стоять на очке, он все равно будет получать пиздюлей. И, типа... Ну, скорее всего, это не решит в этой игре, да? Слово совсем. Все равно победите фришно. Ну, там не фришно, но... Ну, по идее, да, легкая игра. ТП же все на ванпост, ну, окей. Ну, тут я ошибся. Ю, по-моему, на кого-то... Да, на кого-то нажал, но меня все равно не убили. Я просто видел, у меня чел нажал ТП на вышку, я подумал, они будут отбегать, но все на ванпост, поэтому точно. Ну, окей. Если ты был уверен, что не умрешь, окей. Да. Хорошо. Просто тогда ты Ю не должен тратить на противников. А еще игра уже 4 на 5, у вас есть АЕДИС. Хорошо, а что вам нужно сделать, чтобы победить сейчас? Я, честно говоря, не знал, потому что нас очень сильно сплетило фура. Он очень много чего в этой игре сделал, только поэтому игра затянулась. Нам, наверное, нужно было собраться, отпушить линию, ну, боту, условно, и пойти вместе по одной линии. Как он сплетит? Фура. Ну, у вас трвала на санкинге, как сплетит фура? А я не знаю, он всю игру сплетил. Я не знаю, каждый вышку нам спушил. Я, честно говоря, не видел. Ну, пока что у вас всего трех вышек нет в игре за 25 минут. У вас есть АЕДИС, вы забрали Т2 в топе. А, вы не забрали. Сейчас надо было собраться все вместе, пойти вышки поломать внешне. Вы вот, типа, одефали их в боте, хотя, в принципе, могли разменять, да, и потом, соответственно, пойти по боту, забрать две вышки. Они максимум бы забрали вот это. И были бы тут заперты без ТПшек, просто на них смакануться. Как фура может вас сплетить, когда у вас есть Стрвала, я не понимаю, когда они суперсильно проигрывают. Ну, допустим. Тем более, у вас есть АЕДИС, то есть вы можете тролля в Соленову пустить куда-то, его не убьют пятером. И вы так доминируете? Ну, ты должен понимать, что у тебя 11.0.12 не просто так. Купите ебаный гем. Все за Дивардите. Знаешь, как весело им будет играть, если они будут без вардов? Как он там сплетить будет? На Фурионе своем. Не нужно было вот сейчас влетать? Или нужно было только вот этой херни не делать? Ну, типа, противник знает, где ты. Ага. Бать, хорошо хукнул. Я просто, честно говоря, видел Тока Фуру, думал, она там одна, потому что они только что были на тройке, тапойсь туда, и в итоге, ну, я просто хотел отпушить, и в итоге меня еще и убили три героя. Ну, смотри, какую информацию ты видишь за 40 секунд? Ты видишь Сларка, ты видишь Бабку, и видишь Фуру в топе. Это нормальное ТП, да? Ну, типа, файта уже дальше не будет, в принципе, вы отжали территорию. Троль зачем-то БКБ вжал, хотя Еди скончается через... Вот, кстати, да? У вас нет таймера. Может любой затаймить. В-третьих, ты не видишь никого, блинкаешь сюда. Ну, окей. Если ты делаешь такое агрессивное действие, когда не видишь противников, скажи челу тэпнуться, и вы все это спокойно задефаете. Даже если челу глимпсанут, он все равно успеет дать стан ИЮ до того, как его глимпсанут. Нахук, но он хорошо. Ну, типа, ты просто перечесил. Ну, да-да, я понимаю, что это ошибся. Просто хотел узнать насчет ТП. Именно я хреново ТП нажал, или мне просто не стоило... ТП более-менее, но вот именно туда Чейз. Если бы ты это сделал с Тенкингом, они бы все там полегли. Он сделал ТП... Я его не понял. Да, он сделал ТП, когда ты уже умер. В смысле, ты Хекс собираешься делать после БКБ? Нет, я не сделаю. Я думал сделать Хекс, потом понял, что у нас много контроля, и не сделал. Мне просто никогда Хекс на Буэль Спирите не видел. Типа, есть Актарин? Есть... Чё ещё есть? Есть Шива? Ну, я обычно собираю сначала такие вот шмотки, чтобы самому не умереть, а гоним, а потом покупаю урон. Ну, физ, билд, потому что обычно кору не хватает влите уже урона. Я сколько игр игр играл, всегда покупаю, а потом дизоль какой-то. Или критин. Ну, иногда Лотус или Шиву. В каждой игре, или при каких условиях, лучше другой айтём. Если ты не соло кэри, либо нужно играть быстро. Смотри, во-первых, какой нахуй физ билд, зачем он тебе? В большинстве случаев ты берёшь диссимилейт, который пиздатый, и просто всех 24 на 7 станешь. Да я его и беру. Я имел в виду то, что шмотки я начинаю собирать, типа, физовые, потому что обычно не хватает. То есть ты собираешь себе физ шмотки и берёшь диссимилейт стан? Да, потому что это супер пиздатый талант. Ладно, ну советую тебе передумать своё мнение. Ну я... Хорошо. Это буквально одна из десяти игр, где я играю на Войтспирите и затягивается до того, что я условно успеваю купить дизоль после вот этих вот шмоток. Поэтому я даже... Смотри, ты говорил, что Рошана таймишь, правильно? Нет, ты меня вообще не спрашивал, но я забываю часто. Правильно, нихуя не таймишь. А Рошан может быть ап. Когда Рошан ап, идти на хайграунд не очень круто. Тем более ты должен был сказать, вот я иду за руной, не надо идти на хг. Я это всё сказал. Всё сказал, ладно. Почему это на ловкости? Я сказал, что, друг, я пойду сбегаю за руной, подожди, пожалуйста, не заходите. Он зашёл, но я всё равно считаю, что это я виноват, нафиг мне эта руна была. Не, ну если он твердолобы идёт, ну типа придётся пойти с ним. Ну ладно, допустим. Это всё равно не конец. По факту у него есть БКБ, есть ульта, есть Абисов. А тут есть рутги, блядь, с Глимером, нихуя не сделай, да? А ты пиздишь Дизраптора. Бил Дизраптора, ушёл. Жал бы КБ, ладно, более-менее. Почему это на Агели, я не понимаю, то есть. Я забыл, я переключал в топе, когда меня убивали, хотел на силу переключить, не успел, и, короче, забыл. И, соответственно, у вас просто чейнфит будет, да? Ну, это сейчас я, опять же, на вижении видел челов и не ушёл. Нет, всё, помню. Нет, просто прикол в том, что ты ничего такого важного не сделал, да? Ты заформил пачку. Вот, типа, союзники через 40 секунд ап. Но, ты умираешь, а противники, если что, они могли не вот так вот сделать, а мог Фурион пролететь вот сюда, и бабка на Трэвеллах туда пролететь, согласен? Да, да. Вот просто Фурион сюда, делает спруты, сексит тебя, и тут бабка. То есть, тебя могут поймать абсолютно где угодно. Это ненужный риск, потому что вы резаетесь, и вы спокойно идёте и заканчиваете их. А так, ты умираешь, и теперь нужно ждать не 40 секунд, а 80. При этом, есть шанс, что твои тиммейты сделают то же самое. То есть, это прямой чейнфит. Ещё и рашан. Почему тебе нужен физбилд, я не представляю тебя. Тебе, скорее всего, ну, нужна фру... Я видел, что тролль просто очень долго убивает, условно, там, фру, и, ну, короче, очень долго бьёт, я поэтому решил взять дизоль, чтобы быстрее убивать какого-то дизраптора, слэш бабку, ну, и пуджа того же, вот, поэтому взял. Как это вообще связано? Ты говоришь, что троллю не хватает урона убить фру? Чтобы ему быстрее помогать, чтобы ему помогать. И поэтому я беру дизоль, чтобы пиздить дизраптора. Ну, чтобы я быстро убил дизраптора, да, с дизолем, и пошёл помогать троллю, а не бил, а не бил полгода саппортов со скиллов. Ну, майби это неправильно, я же ничего не говорю. Просто у меня такая логика. Ну, типа, у вас задача это дать контроль по тролля, и, соответственно, чем больше этого контроля, тем лучше. Тролль это обычно не герой, у которого урона не хватает, ну, типа, у него 300 урона, и, соответственно, нереально так спит, ну, блядь. Я думаю, ему прекрасно хватает урона. Окей. Изолятор, это не знаю, это у тебя второй кор, должен быть там, Шторм, Эмбер, я не знаю, блядь, что, что должно быть на коре, либо у него там просто суперфарма мало. Ну, типа, условно тут Шиву было лучше купить. Ты можешь купить Шиву, ты можешь купить Линку, можешь купить Айон, купить, купить, как его, купить Акторин, и, соответственно, просто давать миллиард контроля всем. Не обязательно, типа, убивать, можно за Саленси, типа, мощь троллю, если тебе так, эта помощь необходима. Еще, вместо стиков слэш-ботла, желательно, досты, у тебя просто ни разу за игру не были. И внимание, типа. вот тролль, вот вы. Ну, там кто-то сказал, то, что все в топе голубьем одного в боте, ну, мне сказали, и я сказал, голубьем. Ну, если бы все в топе было, тебе нужно было бы в топ помогать троллю. Окей. Чтобы его дважды не убили. Просто вы делаете самое худшее, что может быть против Сларка. Вы даете ему стаки, и когда у него есть стаки, он может пойти и дальше вас резать. Тем более, эти стаки на 2 минуты. Взнайся на 3 минуты. Соответственно, разделяться против Сларка, это худшее, что может быть. Опять же, давно уже должен быть куплен гем, и все задеважено у противников. И тогда этот фура вас никогда не засплитит, если он видит 0 героев на карте. Детекшен у тебя должен быть, да? Да, я забыл. И у Синкинга. Ну, ты ни разу не купил. Ну, я говорю, да, я его очень редко покупаю. А что, у тролля? Левлер. Дейдалус на тролле. Я вот как-то купил Дейдалус на Урсе, в лобе. Он дает урона меньше, чем МКБ. Даже занерфленный МКБ. Не знаю, что. Килл бы ему. Видимо, оптимирал, как мы скидем. Дейдалус на Урсе, в лобе. Радиант, в лобе. Радиант, в лобе. В лобе. В лобе. В лобе. В лобе. В лобе. Что-то вы их пиздец слабо пиздите. Но то, что вы нападаете, это потому что Сларк показывается и Фурион мёртвый. Почему Сларк вообще пушит? Непонятно, но ладно. Ну, и лучше кнопки должны нажимать. То, что вы нажимаете там сыр БКБ. Столько прожимаете, убиваете только Пуджа. Это какая-то шутка. Вы просто типа скиллами не попадаете. Хотя у вас этого контроля миллион. Хорошо, что нужно сделать сейчас? Нажать смок. Отпустили, не нажать смок. Убить Фуриона. И закончить. Нет? Для начала подождать Рубика. Ну, да, я имею в виду, это все. Опять же, гем у вас теперь есть. Рубик всё ещё мёртвый. И все проблемы только из-за того, что мёртвый Рубик, а вы выходите с базы. И, соответственно, даёте противнику жёстко камбэкнуть. Так что Сларк именно этого и хочет. Да, конечно, Фурион байбэкнулся, но, блядь. Тролль мёртвый, урона нет. А вы чейзите. Да, вроде был урона. У них, либо они БКБ нажали, я не помню, почему мы чейзили. Мне интересно, как Сларк умер. Он его хукнул, Рубик по Т4, потом застанил Санкинг, и он умер. Мне кажется, это немножко не так, смотри. Ну, по факту. Вот смотри, если не происходит вот этого со Сларком, смотри, вот есть Сларк. Вот у него всё ещё есть все кнопки. А, он облицовался. Но по факту, за то, что вы тогда не подождали Рубика, вы сейчас теряли три стороны. Если он не делает то, что делает на Сларке, вы все трупы. У вас нет урона его убить. Это я понимаю. Ему просто похуй. Ну, допустим. Все ошибаются, Сларк тоже. И катки Капуды. Почему Айон собран сразу? Его можно залочить? Да, я супер редко собираю, поэтому забыл. Очень полезно. А то вдруг ты вот, смотри, отпушиваешь топ, а тебя ультафу ревна проебашит. И всё. Минус Айоны. Чё, 7 секунд ждать? Ладно, вроде всё сказал. Вопросы? Да нет, только попал к Дизолю, условно, хочу спросить. Типа, это до 100% говно, айтем, правильно? Ну, во-первых, Дизолю ещё понеслили, то есть ему брали 5 урона. Его как таковой не особо кайфово собирать. Во-вторых, ну, я тебе говорю, я говорю по своему опыту, что я не вижу этого Дизоля. И тем более, когда у тебя физический корт, а не какой-то всратый Эмбер, не знаю, Лишак кэри, Шторм кэри, откуда я знаю. Ну, типа, вряд ли тебе нужен Дизоль. Тебе нужно дать как можно больше контроля под Тролля, и, соответственно, вот урон и появится. Ну, это у меня в голове, я просто много игр уже сыграл и проиграл из-за того, что урона не хватало, поэтому я иногда покупаю. Ну, да, согласен, в принципе, он не нужен. Тогда всё, спасибо за разбой. Удачи. Удачи.